Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование о той свободе, которую Господь нам дает для того, чтобы мы сделали выбор, приняли решение, кто теперь и отныне и навсегда будет нашим Господином. Павел напоминает верующим в Риме, а это относится и к нам, помните, что христианин – это личность, которая является рабом Христа и его праведности, но не греха. Это хороший способ определения того, обрели ли мы с вами спасение. Нам следует знать, что если грех правит нами, если нам доставляет удовольствие делать зло, если мы наслаждаемся дурными компаниями, если мы идем во мраке, тогда Христос не является нашим Господином. Образ нашей жизни указывает и на нашего Хозяина. Чем мы в действительности наслаждаемся? В каком направлении мы идем? Кому мы служим? Благодарение Богу мы были рабами греха до того, как услышали Евангелие. И что мы сделали? Мы не отвергли Евангелие, слава Богу, но покорились Ему, повиновались Ему. Мы не просто умственно согласились с Евангелием, но и от всего сердца подчинились благой вести о Христе. Как мы и читаем в 17 стихе 16 главы, «Благодарение Богу, что вы от всего сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Другими словами, Павел говорит, вы знали, что делали, и сделали это по собственному желанию, без принуждения. Это очень важно понимать. Надо понимать, что этот отрывок приводили в пример противники крещения младенцев, когда в ранней церкви возникла дискуссия по этому поводу. Крещение младенцев – это крещение принудительное. Никто не учитывает желание младенца стать христианином. Первые христиане принимали крещение только в зрелом возрасте, потому что оно являлось исповеданием веры. Это означало, что никого не принимали в христианскую церковь по принуждению или по чисто эмоциональному порыву. Перед крещением кандидата наставляли в учении Христа. Кандидат в члены церкви должен был знать, что от него ожидает Господь, и как к нему будет относиться мир. Только после этого человек мог принять решение стать последователем Христа. Человека, желающего стать членом монашеского ордена бенедиктинцев, принимают с годичным испытательным сроком, в течение которого в его келье висит его мирская одежда. Он может в любое время снять свое монашеское платье, надеть свою старую одежду и уйти из монастыря. Никто не будет принуждать его остаться. Лишь по окончании года его одежду уносят. Он вступает в орден с открытыми глазами, хорошо понимая его устав и тщательно обдумав свое решение. Так же обстоит дело и с христианином. И Иисусу не нужны последователи, еще не принявшие окончательного решения. Ему не нужно, чтобы человек последовал за ним, руководствуясь эмоциональным порывом и впоследствии оказался неверным своему обещанию. Каждый христианин должен быть научен образу учения Христа, принять решение и проявить послушание Христу. Помните повеление нашего Господа? Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Вначале научите, а потом крестите. И поэтому апостол Павел говорит Римлянам, 6 глава, 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Существует различие между этими двумя рабствами. «Под грехом вы не имеете выбора. Когда вы рабы греха, то исполняете его желания. Но под Христом Бог никогда не применяет принуждения. Он не говорит, тебе лучше быть праведным, иначе я убью тебя. Христос так не поступает, потому что его рабство – это рабство того, кто является любящим господином. Это добровольное рабство, в которое можно войти, и из которого можно выйти. Приведу пример. В Ветхом Завете и даже в дни апостола Павла в Риме было два вида рабов. Если человек освобождался от рабства, это еще не решало его проблемы. И скажу почему. В дни Павла не было социальной защиты. Оказавшись на свободе, бывший раб просто мог умереть от голода. Поэтому и было два вида рабства. Раб, который был куплен хозяином, безропотно подчинялся всем его приказаниям. Это один вид рабства, самый унизительный. Другой вид рабства, когда человек назывался вольноотпущенником, его отпускали на свободу, но он добровольно оставался рабом своего хозяина. Он мог в любое время уйти, но он решал, я остаюсь рабом у этого хозяина. В Ветхом Завете это было символикой и очень интересной практикой. Бог дал закон иудеям. Если ты купишь раба, то не можешь владеть им более шести лет. Потом следовало отпустить его. Но освобождение для раба означало иметь множество проблем. И так, временами, особенно когда господин был добрым, любящим и заботливым, раб мог сказать ему, я помню, как ты относился ко мне все это время, и хочу оставаться твоим рабом всю оставшуюся жизнь. Знаете, что потом они делали? Хозяин прокалывал ухо раба, и он становился его собственностью навеки. Но если раб скажет, мы откроем книгу «Исход», прошли шесть лет, он должен выйти на свободу, 21 глава, мы читаем об этом. Пятый и шестой стихи. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Это очень прообразная символика, которая указывает на Иисуса Христа, но это сегодня не наша тема. Итак, раб через шесть лет становился свободным, мог распоряжаться собой по своему усмотрению, он исполнил все, что от него требовалось, и получал неприкосновенную свободу. Но что мы видим? У него была жена и дети, и у него был хороший господин до этого. Он был свободен, а они нет, потому что были собственностью господина. И тогда из любви к своему господину, жене и детям, он добровольно остается рабом, навеки подвергнув себя унизительной процедуре прокалывания уха. Может быть, некоторые сестры по этой причине прокалывают себе уши. Возможно, они делают это не для того, чтобы носить украшения, но показать этим, что они навеки Христу принадлежат. Они прокалывают себе уши, как знак того, что добровольно являются рабами Христа. Скорее всего, это знак принадлежности миру. Но это не тот род рабства, который Бог ожидает от нас. И вот почему. 17 стих, опять мы возвращаемся. Благодарение Богу, обратите внимание, и далее. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Бог никого не принуждает служить себе. Помните, как Бог даровал иудеям манну во время исхода? Не знаю, какая она была на вкус, но в Библии сказано, что манна походила на лепешку с медом. Возможно, она таяла во рту. Но можете вы себе представить манну на завтрак, на обед и ужин на протяжении 40 лет? Манна, манна и всегда манна. Особенно в субботу манна, которая оставалась в пятнице. Иудеи начали роптать. Господи, мы устали от этой манны. Мы истосковались по пище, которую ели в Египте. И Бог ответил, вы будете иметь все, что желаете. Знаете, сколько пищи Он им дал? Он усыпал землю вокруг их перепелами высотой в метр. Какое же это удовольствие было для них есть этих перепелов, которые вкуснее и полезнее любой птицы. Иудеи ели, 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 пока эти перепела не пошли у них, образно говоря, из ноздрей и ушей. Какой чудесный опыт! Кто дал им манну? Бог дал. Было ли это его желанием? Да. Кто дал им перепелов? Бог дал. Было ли это его желанием? Нет. Народ требовал иной пищи, нежели манна. Вот какого господина мы имеем. И если вы просите Бога, я хочу наслаждаться грехом. Он не говорит, ты можешь наслаждаться грехом, но я накажу тебя смертью. Он говорит, мое дорогое дитя, этот грех убьет тебя. И это больно для меня, потому что я люблю тебя. Бог не применяет принуждения. И он не желает послушания по принуждению. Он ожидает послушания от всего сердца. Приведу вам другой пример. Вы знаете, кто был первым крещеным язычником в христианской церкви? Правильно. Ефиопский вельможа. Он был на поклонении в Иерусалиме, как обращенный иудей. По дороге домой он исследовал книгу пророка Исаии. И Бог послал ему на помощь Филиппа, потому что у вельможи возникли проблемы с пониманием текста. И Ефиоп спрашивает, мы читаем Деяния апостолов, 8 главу, 34 стих. «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Тогда Филипп свидетельствует ему об Иисусе Христе и его распятии. И вы помните, что Ефиоп сказал? 36 стих. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп отвечает вельможи, «Если веруешь от всего сердца, можно!» Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Я напоминаю еще раз, что вера – это послушание. Если ты веришь от всего сердца, я крещу тебя. Почему? Потому что не может человек, который верит в Христа от всего сердца, не быть послушным Христу от всего сердца. Мы можем знать все пункты какого-либо вероисповедания, но если мы не отдали Христу свое сердце, то что будем делать во время кризиса, когда вера наша будет испытана? Как важно для нас принять Евангелие от всего сердца и не заботиться более о том, что нам есть, и что нам пить, и во что нам одеться? Позвольте Богу заботиться о вас. И если вы будете умирать от голода, то это будет его проблема, а не ваша. Но безопасность вам гарантирована, когда вы во Христе. Почему? Потому что апостол говорит, 18-й стих читаем, 6-й главы послания к римлянам. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вы помните, что в 7-м стихе освобожден означает оправдан. Здесь это слово употребляется в своем прямом смысле. Освобождены. Потому что понесли наказание? Нет. По закону грешник должен умереть и не может быть выпущен на свободу. И здесь невозможно помилование. И не может идти речь о реабилитации. Что такое реабилитация? Это когда осудили невиновного человека, а затем исправили ошибку суда и освободили его без учета судимости. Но мы-то призваны виновными и по закону должны быть осуждены на смерть. Вот почему нам так важно быть послушными тому образу учения, которому предали себя. Мы должны верой принять благую весть, что Христос оправдывает и освобождает нас. Что это для нас означает? А это значит, что мы с вами никогда не согрешали и не подлежим осуждению. Благая весть. Во Христе христианин не подсуден. И здесь нет места для юридической фикции, потому что мы умерли для прежней жизни в Адаме и воскресли в последнем Адаме, Иисусе Христе, для новой жизни во Христе. Запомните, с тех пор, как вы пребываете во Христе, никто не имеет права осуждать и обвинять вас. Римлянам 8 глава, 33 и 34 стих. Кто будет обвинять избранных божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. А как насчет того, что не все у нас получается в борьбе с грехом? И мы часто терпим неудачу. Всякий раз, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа очищает нас. И мы не подлежим осуждению. Помните 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Всякий раз, когда мы исповедуем свой грех, мы оказываемся под благодатью. Интересно, что думают по этому поводу те, кто настойчиво утверждают, что Иисус отменил закон Божий? Вы что, уже живете без греха? А если вы все-таки грешите, то откуда вы знаете об этом? Разве не законом познается грех? Всякий раз, когда вы грешите, то есть нарушаете закон Божий, вы находитесь под законом. Но вы исповедуете свои грехи Господу и из состояния под законом переходите в состояние под благодатью. Никогда не утверждайте, потому что Бог поругаем не бывает, что Иисус заменил закон верой. Разве не знаете, спрашивает апостол, что мы верой утверждаем, то есть удовлетворяем все его требования, закон? Теперь знаете. Так что же, станем грешить? Опять задает вопрос он. Никак. Мы уже с вами знаем, что такое быть под благодатью. Кто-то умирает вместо нас. Что такое исповедание греха? Грешник своей рукой убивает жертву. Проливается невинная кровь. Вот почему, когда мы исповедуем свои грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от наших грехов. Римлянам 6 глава 19 стих. Говорю по рассуждению человеческому. «Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». О чем здесь говорится? В дни апостола было много специалистов, рассказчиков, различных историй, философских вымыслов, чтобы оказывать влияние на людей. Другими словами, говорит апостол, я не рассказчик, не краснобай. Когда он писал Коринфянам, то сделал на этом ударение. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Слишком много различных историй произносится сегодня с кафедр, но мало евангельской проповеди. Множество христиан присытились небесной манной. Вот некоторые пасторы и кормят их перепелами, вымыслами и баснями. Но кафедра предназначена для проповеди Евангелия. Павел говорит, если я и использую иллюстрации, то это не для развлечения. Сегодня есть множество религиозных развлекательных программ на любой вкус. Подобно перепелам древнего Израиля, вы можете питаться этой пищей, пока она не пойдет из ноздрей ваших. Мне нечего к этому добавить, но я знаю одно, что Павел имел в виду. Я даю вам эту иллюстрацию не потому, что это мой пример, но потому, что вам трудно разуметь истину. И затем он продолжает. «Так ныне представьте члены ваших рабы праведности и святости». О чем здесь сказано? Оба рабства совершенствуются. И опять же, молодые люди, я желаю предостеречь вас об этом. Дьявол искушает вас, чтобы вы не спешили принимать Христа как своего господина. Зачем спешить с этим? Нужно сначала пожить в свое удовольствие. Впереди еще есть много времени. Но знайте, что чем более вы отвергаете Христа, тем более грех совершенствуется в вас. Посмотрите на алкоголиков, на наркоманов. Было время, когда они сделали это впервые. И что делает грех? Он убивает их. Однажды он ударит и вас. Затем вы будете иметь множество проблем, потому что грех развивается. Он будет овладевать вами до тех пор, пока уже не будет возврата. И вы не сможете, подобно Саулу, возвратиться к Богу. А это уже конец. Я видел очень много таких примеров. Поэтому, молодые люди, пожалуйста, не относитесь к Евангелию легкомысленно. Да, грех доставит удовольствие в вашей ветхой природе. Но послушайте. Ибо возмездие за грех – смерть. Конечным результатом греха есть смерть. Наслаждение грехом – это сегодняшний день. А завтра вас уже может ожидать возмездие. Поэтому и читаем в 6 главе 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободными от праведности». Это вовсе не означает, что мы не способны поступать праведно, но что не способны к истинной праведности. Есть некоторые люди, которые очень не любят 20 стих. Это правда, что греховный человек может делать много доброго, но он никогда не руководствуется истинной мотивацией. Вот почему Бог говорит через пророка Исаию. 64 глава. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». «Не потому, что дела плохие, но потому, что мотивы неверные, потому что они рабы греха». Это то, что реформаторы называли всеобщей греховностью. В заключение читаем 21 и 22 стихи. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Потому что мы родились рабами греха, он развивался в нас. Языческий мир был беззаконным в том смысле, что единственным законом для людей были собственные похоти, угождение этим похотям. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть закона греха. Грех порождает грех». Когда человек в первый раз совершает зло, он, может быть, делает это нерешительно, иногда с отвращением. В последующие разы он делает зло уже без всяких угрызений совести. А продолжительное совершение злых поступков делает без всяких усилий. Грех становится привычкой. Когда мы впервые начинаем потакать своим слабостям, то пользуемся малым. Но со временем, чтобы получить то же удовольствие, нам необходимо увеличить дозу. «Грех ведет к греху. Беззаконие влечет за собой беззаконие». Вступить на путь греха означает пойти по этому пути и дальше. Когда же вы приняли Христа, и его праведность стала вашим образом в жизни, то мы возрастаем в ней. Человек, который отдает свою жизнь Христу, не сразу становится совершенным в вере. Борьба никогда не закончится, и нам необходимо претерпеть до конца. Но главное в том, что он стал на путь святости. Не думайте те, кто только пришли в церковь, что ваш образ жизни сразу же станет таким, как у тех, кто уже 30-50 лет в церкви. Должно быть возрастание в истине. Что же происходит? Пока вы возрастаете в праведности и освящении, то случаются и падения. Что же дальше? Вы тогда что, находитесь под осуждением? Нет. Потому что вы не под законом, но под благодатью. И поэтому 21-22 стихи говорят, что каждое рабство имеет плод. Кому это сказано? Тем, кто от всего сердца послушный Евангелию Иисуса Христа. Павел в 5 главе послания к Галатам дает описание плода духа. А в Римлянам 6 главе 22 стихе он спрессовывает этот плод в одном слове – святость. Конец этой святости – жизнь вечная. Итак, оба рабства развиваются. Оба рабства имеют плод. И оба рабства имеют конечный результат. Читаем 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Заметьте, пожалуйста, Павел не применяет слово «возмездие» плата к вечной жизни, потому что вечная жизнь – это дар. Да, праведность совершается в вас, но никогда как способствующая получению жизни вечной. Дела праведности – это свидетельство о праведности. Это плод праведности, но никогда не будут средством к получению спасения. Спасение – это дар. Пусть поможет нам Господь познать истину, чтобы она сделала нас свободными. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...